В годы Великой Отечественной войны миллионы жителей Центральной России нашли приют в Узбекистане, куда они были переселены от наступающих немецких войск. Узбеки оказались удивительно гостеприимным народом, который делился со сбежавшими от войны людьми своим кровом и пропитанием. Именно тогда среди русских беженцев родилась фраза «Ташкент – город хлебный». Однако после краха Советского Союза новое поколение россиян забыло об этой помощи узбеков миллионам жителей Большой России. И узбеки часто подвергались в России несправедливому отношению, им часто завышали цены на трудовые патенты и даже открыто оставляли без денег и зарплаты. Тем не менее, узбеки не обозлились и сохранили к россиянам теплые отношения. Теперь после начала кризиса в России, огромное количество россиян снова потянулось в Узбекистан. Первая волна россиян рванула в страны бывшего Союза от введенных санкций и ограничения на пользование сетями. И в условиях нарастающего дефицита продуктов питания в российских магазинах именно Узбекистан, наряду с другими странами региона, начинает восполнять этот недостаток продуктов в городах России, чтобы не допустить начала голода во многих отдаленных населенных пунктах. Теперь же пришла еще одна интересная новость. Предприимчивые люди рвали россиянам туры в Узбекистан ради оформления банковских карт, виза и мастер-карт. На сайтах туркомпании уточняется, что стоимость такой путевки начинается от 23 тысяч рублей с одного человека. В эту стоимость входит трансфер, проживание, подготовка документов, медстраховка и сопровождение при посещении банка. Уточняется, что экскурсии и авиабилеты оплачиваются отдельно. Тем, кто захочет получить карту в Узбекистане, можно будет добраться до Ташкента прямыми рейсами узбекских авиалиний. Вылет будет осуществляться из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Уфы и Минеральных вод. Билеты на самолет можно приобрести в пределах 30 тысяч рублей. В компании добавили, что картами, которые будут выданы на территории Узбекистана, можно расплачиваться за рубежом, поскольку банковские карты, выпущенные в России, после введения санкций за рубежом уже не работают. Для оформления потребуется только заграничный паспорт. Ранее сообщалось, что в России платежная система UnionPay на фоне приостановки работы популярных виза и мастер-карт начала пользоваться большим спросом у клиентов. Банки поднимают цены на выпуск такой карты. История, как оказывается, повторяется циклами. Теперь огромная масса россиян потянулась в Узбекистан и вынуждена платить за туры ради получения банковских карт, как узбеки все последние годы платили за трудовые патенты.